Здравствуйте, уважаемые подписчики, друзья и гости нашего канала. Это бугенвелия голая, комнатная. Это растение по уходу незатейливое и очень простое, легкое, под силу даже новичку. Летом это растение нужно выносить на улицу. Оно очень любит солнце, очень любит тепло. Плюс 30 это нормально для бугенвелии. Летом поливы обильнее. Нужно обязательно следить за землей. А что же зимой? А вот зимой, друзья, лучше это растение все-таки содержать в более прохладном помещении. Это может быть закрытый балкон, это может быть лоджия. Если это растение держать в комнате, тогда на следующий год растение даст мало цветов или вообще не зацветет. Ему нужно солнце круглый год. И зимой, конечно же, тоже солнце. Поэтому только южные окна, юго-западные, юго-восточные, где много солнца и света. Зимой, когда растение стоит при плюс 10 градусах, поливы должны быть скудные примерно 2 раза в месяц. Зимой может быть сброс листьев. Это нормальное явление. Если стоит бугенвилия в комнате, она может сбросить весь лист. Не бойтесь этого, это нормально. А вот если она стоит в прохладной комнате, балкон или веранда холодная, тогда это может быть частичный сброс листа. Или даже может вообще не сбросить. Это тоже приветствуется. Ну, а теперь наступает весна. Солнышко прикрывает в окошко, и появляются почки новые. И что теперь? Теперь нужно обязательно обрезать бугенвилию. Верхнюю часть, которая растет вверх, разветвленные части. Зачем? Для того, чтобы стимулировать нарастание боковых побегов. Зачем? Для того, чтобы эти боковые побеги дали цветы. Они очень много, именно боковые побеги дают цветов. И вот когда происходит обрезка, этот материал используется для черенков. И бугенвилия так и размножается весной при обрезке. Значит, нарезаются черенки и размножаются. Можно размножать еще семенами, но это простому цветоводу нелегко, тяжело. Поэтому только черенками и только весной. Это растение растет кустиком. Поэтому для пышноты, естественно, то одну сторону подставляем свету, то другую сторону. То есть даем полный, значит, солнечный день этому растению, как можно больше солнышка. Ну, а если отцветет это растение, что тогда делать? Как стимулировать цветение? Обязательно вот эту отцвесшую цветочную кисть нужно будет обрезать. И вот если часто обрезать вот эти вот кисти отцвевшие, то есть не давать ему сыхать, растение просто будет сразу же залаживать новую цветочную кисть. Ну и, конечно же, нужны удобрения, друзья. Бугенвилия, как и пиларгония, они в этом, я бы сказала, родственники, они очень-очень любят летом удобрения. Удобрения ежедекадные. Один раз в 10 дней. Значит, какие удобрения? Можно взять и минеральные, можно взять и органику. Но чередовать нужно сначала минеральную, потом органику. И так постоянно. Летом, не зимой, а именно летом, нужно опрыскивать верхнюю часть. Ну, конечно, не затрагивая цветок. Хотя бы один раз в неделю. Это пойдет этому цветочку только на пользу. Бугенвилия – растение простое, незатейливое. Но, друзья, что интересно, цветочки-то вот они, беленькие. Многие говорят, что они бывают розового, малинового, красного и других тону. Но это ведь предцветники. На самом деле цветы все белые. А вот эта вот часть – это предцветник сам. Но мы считаем, что это малиновая бугенвилия, у кого-то белая, у кого-то розовая или, допустим, лиловая. То есть, тонов цветов этого растения в комнатном цветоводстве большое количество, огромное. Друзья, выращивая бугенвилию из черенка, можно через год получить огромный, пышный куст бугенвилии. Я думаю, кто захочет вырастить такой цветочек, у вас получится. Ведь это так просто и доступно каждому. Кому понравилось это видео, поставьте нам лайк, подпишитесь на наш канал. А я с вами встречусь уже в следующем видео. Пока. Я думаю, вам было интересно.